Большое спасибо за приглашение. Татьяна Юрьевна отдельно за то, что, в общем-то, второй год подряд мы участвуем в секции, да, и в этой, и, соответственно, совершенно потрясающий уровень докладчиков. И главное, мы видим, что ситуация меняется, и все мы с вами становимся каждый раз другими. То есть каждый раз новые доклады, мы понимаем, что мы идем вперед. И это очень важно. Значит, я, как бы, мое выступление планировала рассказать сегодня о эффективной коммуникации врачей и пациента, но с учетом того, что времени у нас с вами так много, вот, и, соответственно, тема эта достаточно обширная, как с позиции коммуникации пациента и врача и коммуникации врача и пациента. Поэтому я, наверное, сегодня остановлюсь всего на двух аспектах, с которыми мы работаем в этом направлении. Потому что в первой сессии, в первой части, посвященной реабилитации, очень много говорилось о том, насколько зависит качество лечения, насколько зависит восстановительный период от того, насколько пациент хорошо понимает врача. И коммуникационные навыки врачей, они также очень важны. В этом направлении, значит, в этом направлении, да, мы стараемся вести большую работу, и она, в общем-то, наверное, она ложится, как бы, в плоскости образовательных программ. Сейчас я, наверное, коротко хочу представить тот проект, который мы, в общем-то, готовили несколько лет, и сейчас он увидел жизнь, да. Это пособие, о котором я рассказывала в прошлом году, но, как бы, живого его еще не было. Это такой Breast Cancer Guide, это пособие для пациенток с диагнозом рак молочной железы, где полностью собрана вся информация, касающаяся тех этапов, через которые пройдет пациентка. От момента постановки диагноза до момента реабилитации. То есть простым, понятным языком, с использованием лучших международных аналогов, да, и с использованием, как бы, авторских текстов. То есть над этой брошюрой работала целая команда. Я благодарю Татьяну Юрьевну за самое активное участие, да, за поддержку. То есть мы привлекли и питерскую школу, и московскую школу, для того, чтобы был консенсус по тем, по многим тем вопросам, которые здесь поднимаются. И я рада сообщить, что при поддержке компании Pfizer, то есть сейчас это пособие, вот в печатном виде, то есть до настоящего времени оно было, оно доступно у нас на сайте в электронном виде. То есть вы заходите, заполняете анкету, и вам приходит электронная версия пособия, да. Но сейчас мы с компанией Pfizer совместно делаем проект, то есть, значит, 30 онкологических диспансеров получат комплекты таких пособий для стационаров. То есть чтобы в стационарах был такой комплект, и пациентки могли, в общем-то, ознакомиться с этой информацией. Собственно, это, как бы, в первую очередь 30 онкологических диспансеров, то есть если будут интересы со стороны других организаций медицинских, мы тоже готовы, как бы, включить их в этот проект. Поэтому, пожалуйста, обращайтесь, информация будет на нашем сайте. И второй, наверное, проект, который для нас является, вот которым мы шли много лет с момента нашего основания, который увидит жизнь в этом году, это Центр поддержки женщин по вопросам рака молочной железы. То есть это та самая коммуникация врачей и пациента уже в практическом виде, собранной в одном месте. Но, в общем-то, сегодня было много сказано о том, что женщина с диагнозом РМЖ, это для женщин, для онкологических пациентов, в частности, при раке молочной железы, то есть эмоциональное и психологическое состояние колоссально влияет на состояние женщины и на ее путь к выздоровлению. И, соответственно, очень часто и очень часто женщина погружена в это состояние страха. А состояние страха, оно, с одной стороны, как бы на него влияют рациональные факторы и рациональные факторы. Вот с иррациональными факторами бороться не можем, и с рациональными можем бороться с помощью информации. И часто, если проанализировать, как бы, этот спектр вопросов, мы понимаем, что вот эти вот страхи, которые можно преодолеть, они, как правило, строятся вокруг того, что женщина не обладает полной информацией на момент постановки диагноза в своем лечении, не то, что будет с ней происходить, о том, что она понимает, что ей не на что рассчитывать после того, как она выйдет из стационара, потому что никто ей не подхватит, никто ей не расскажет. Что не всегда женщина знает, какие виды лечения она может пройти бесплатно и где, потому что это тоже информация, к сожалению, достаточно часто существует не в полном виде. И самое главное, что врачу-онкологу настолько находится в жестком графике, то есть у него просто нет времени рассказать пациенту о заболевании, о том, что с ним будет происходить. Но тут еще момент, что многие врачи просто не умеют это делать в силу того, что их просто этому не обучали. То есть этим навыкам нужно обучать системно, причем как на уровне медицинского института, так и на уровне уже практической медицинской практики. То есть преодоление всех этих проблем дает женщине возможность преодолеть тот страх, с которым сталкивается женщина. Как эта проблема решается в мире? Ну, в общем-то, сегодня мы много говорили о пациентских школах, и, безусловно, это огромный ресурс, который позволяет ответить на многие вопросы. Ну, в общем, проанализировав международный опыт, мы приходим к выводу, что есть как бы два направления. Первое – это вот как раз те самые пациентские школы, когда приходят, они организуются на базе стационаров, где, в общем-то, женщины получают ответы на свои вопросы. И есть второй путь. Это, собственно, так называемый центр поддержки женщин, куда женщина может прийти самостоятельно и получить поддержку по всем вопросам, которые у нее возникают. То есть такие 360 градусов. То есть это и практическая, информационная, и медицинская, и консультативная поддержка. И причем помощь в таких центрах оказывают не волонтеры, а именно профессиональные специалисты. И для женщин это является бесплатным. Мы долго искали такой best practice, такой кейс, который существует, успешно действует, и который, в принципе, подходил к нам, под наши реалии. Такой проект мы нашли в Британии. На одной из европейских конференций как раз я увидела выступление представителей из Британии. Это так называемый Брест Кэнн, ну такой центр поддержки женщин по вопросам рака и молочной железы. Туда может прийти любая женщина с диагнозом и бесплатно получить 10 сеансов реабилитации. Причем там оказывается широкий спектр от комплементарной медицины, которая разрешена, в отличие от России, разрешена в странах Европейского Союза, так и мощная социально-психологическая поддержка. Плюс такую же поддержку могут получить ее родственники. Ну как бы вот таких центров в Британии 6, вот видите фотографии как раз из этих центров. То есть ключевое условие, что это должно быть не больничное место, то есть это должно быть комфортное, безопасное от клубной атмосферы, в которой женщина может погрузиться в другую как бы реальность. Это очень важно. Вот собственно, ну и на основе этого родилась концепция центра в месте, который осенью этого года откроется в Москве. То есть, ну вот много, действительно в стране много уже в этом направлении делается, но нужна задача была собрать в одном месте и не в медицинском учреждении. Поэтому, собственно, это будет первый такой центр. На нем будет реализована, в нем современная модель сопровождения онкопациентов, дополняющая основное медицинское лечение. И, собственно, фокус будет сделан на индивидуальную программу поддержки, включая эмоциональное, психологическое, информационное и практическое сопровождение. То есть вот то, о чем мы сегодня говорили, много. Ну, собственно, вот это идеология, основная миссия центра, задача, которую будет решать центр. Потому что мы видим, что мы не можем копировать опыт европейских коллег, потому что наши системы немножко отличаются. Например, в европейском, в британском центре женщины приходят в этот центр поддержки, врач отправляет запрос, специалист отправляет запрос ее лечащему врачу и получает полный анамнез, да, что женщине можно делать из реабилитационных услуг, что нет, потому что вся, как бы, вся сторона находится в единой этой системе. И, соответственно, можно в течение часа получить ответ от доктора. В наших условиях это практически невозможно, поэтому нам, как бы, приходится выстраивать свою модель. И, соответственно, и другие задачи решаются немножко по-другому. Поэтому для себя мы, как бы, такие три кита, да, выстроили, вот чем будет заниматься центр. Это социально-психологическая реабилитация, потому что мы останавливаемся именно на этой части в силу того, что наши медицинские учреждения не могут ее оказывать, потому что нет, как правило, часто нет такой базы для этого, да. Это образовательная просветительская деятельность, потому что много вопросов возникает у женщин из групп РИСКа, и эти женщины у нас практически неохвачены. Вот. Много возникает вопросов у женщин здоровых, которым тоже их негде задать. Поэтому, собственно, мы берем на себя еще пласт образовательной просветительской деятельности. То есть это лекции, это специальные программы образовательные для работающих женщин. Собственно, мы сейчас это делаем, мы приходим в офисы, в аудитории 30-50 человек с врачом, Татьяна Юрьевна была здесь, сейчас ушла, да, Татьяна Владимировна Чичканова, то есть с врачом-мамологом, который, собственно, рассказывает все о раке молочной железы, что нужно знать здоровой женщине, очень методом самообследования, то есть пальпации на фантомах. Простой абсолютно, казалось бы, кейс, но, как видим, что женщины сразу после этих лекций, женщины идут к врачам, мы получаем обратную связь от специалистов. То есть очень такая вот работающая техника, да. И, соответственно, третий, это информационное сопровождение маршрутизации, потому что очень часто пациенту, мы тоже сегодня об этом много говорили, пациент не знает, куда обратиться. То есть мы не знаем, какие возможности предоставляет ОМС, это вот был прекрасный пример с клиникой МЕСИ, потому что для меня это стало откровением, да, что можно в рамках ОМС там пролечиться. Вот, пациенты часто задают вопрос, где я могу пройти реконструкцию, потому что если мое медучреждение не имеет лицензии, да, то, собственно, мне предлагается только сделать за углом, за деньги. Вот, о том, что можно получить, пройти в другой клинике, получить направление, женщины часто не знают. То же самое касается второго мнения, потому что человек готов его получить, но не знает, где это сделать. То есть таких вопросов, как вы знаете, очень много. И вот эта вот маршрутизация, связанная с тем, чтобы знать, какие ресурсы существуют в платной и в бесплатной системе, мы тоже перед собой такую амбициозную задачу ставим, но будем к ней опять подходить последовательно. То есть сначала это мы делаем для Москвы, то есть то, что человек может получить в рамках системы ОМС бесплатно. Вот, ну и, собственно, наверное, самая главная основа, которая всего, это создание пациентского сообщества, потому что не секрет, что все это очень сильно влияет, это, знаете, как камни, как камушки мы бросаем, да, волны по воде. Потому что на самом деле, пока мы находимся внутри, то есть это пациенты близкие, ничего не произойдет. Когда мы начинаем вовлекать в это людей других, людей из бизнес-среды, из общественной среды, то есть когда эта история становится уже не пациентской, а гражданской, то отношение к онкологии меняется. Поэтому я глубоко убеждена в том, что мы в наши программы, пациентские, как мы их называем, мы должны вовлекать так называемых гражданских людей, которые не имели с этим, вот, как бы, дела, да, в ближайшей перспективе, но люди, которые сочувствуют, понимают, и тем самым мы в целом меняем отношение к онкологии, понимаете, и вообще к поддержке взрослых онкологических пациентов. Потому что, как мы понимаем с вами, их 99% среди всех онкопациентов. Вот. Ну, вот эта структура центра, то есть здесь мы хотели показать о том, что существует блок, связанный со специалистами, то есть будут онкопсихологи, будет психотерапевт, приглашенные специалисты, имеется в виду нутрицепты, реабилитолог, диетолог, онколог. То есть это вот как бы базовая концепция, которая будет обрастать потом дополнительными специалистами. И, соответственно, будет отдельная структура, сейчас которая формируется, которая будет отвечать за фондрайзинг, потому что центр благотворительный, денег от государства мы ни копейки не получаем. И наша задача изначально вот с формированием центра сформировать систему привлечения пожертвований. Также я хотел сказать, что эти британские центры, о которых я рассказала, они тоже благотворительные. То есть они ни копейки у государства до недавних времен не брали, и только недавно им государство предложило деньги для того, чтобы открыть еще несколько центров, то есть государственный грант. Поэтому, как мы знаем, все хорошее в нашей стране начинается с частной инициативы. О том, что будет представлять себя программа центра. Значит, мы остановились на том, что это будет курс из 5-7 занятий индивидуальных и групповых. Вот это, собственно, та, наверное, та концепция, которая будет включаться. То есть это консультация онкопсихолога, реабилитолога, консультация по профилактике лимфодемы, консультация диетолога. Это будут малые группы, так называемые. Консультация по подбору белья и протезов, обучение методом саморегуляции. То есть это очень важный момент, потому что, в общем-то, не все этим гладеют, и многие не знают, что такие простые маленькие вещи могут помочь пациенту как в стационаре, так и впоследствии. Это mindfulness stress reduction. То есть это мы подсмотрели у британских коллег. Это великолепная методика. Ну, проще говорить, наверное, простыми словами такая методика медитативная, которая позволяет пациенту контролировать состояние боли, преодолевать страх. И международная методика очень хорошо работает в мире, доказала себя. Родина Канада. Значит, пациент, вот есть как бы данные, то есть проводятся научные исследования, и для онкологических пациентов это работает очень хорошо. То есть вот улучшение состояния на 90%. Поэтому мы нашли единственного в России человека, который обладает международной лицензией на проведение таких вот таких занятий. Как в качестве волонтера этот человек будет, в общем, у нас такой курс проводить. Вот этот курс из 8 занятий, то есть длинный, будет проводить на базе центра. Также сюда добавятся консультации по имиджу, консультации для родственников, группы поддержки для женщин с диагностичностью с раком молочной железы. Могу добавить, что мы для себя рассматриваем возможность проведения групп для пациенток с метастатическим раком, потому что это отдельная группа, и, собственно, здесь вот такой, ну, отдельный прицел. Групповые физические активности, занятия спортом, лекции различных специалистов, дни открытых дверей, причем как для женщин всех желающих, так и для медицинских специалистов. Вот. И, собственно, выездной лектории для работающих женщин, то, о чем я говорила. Ну, это, собственно, вот мы открыты там к любому сотрудничеству и с бизнесом, и с частными лицами, те формы поддержки, которые мы принимаем. Вот. И, собственно, партнерами центра рада сообщить, что компания «Эйвен», я вижу коллег, с которыми мы начинали там 15 лет назад работать, компания «Эйвен» к нам вернулась, и, собственно, вот нашим партнером ключевым, который нас поддержал с открытием этого центра, стала компания «Эйвен». Поэтому я очень надеюсь, что на самом деле за этим пойдут какие-то другие вещи, которые, ну, помогут, наверное, нам продолжить ту работу, которая была какое-то время назад для пациентских организаций, которые занимаются раком молочной железы. Вот. Ну, и, собственно, мы для себя делаем, безусловно, основной фокус на партнерство с медицинскими центрами. То есть вот подтвердили там готовность к сотрудничеству московские центры, Рунс Блохина, Институт Герцена, потому что задача о том, чтобы эта информация была доступна для пациенток. Да, мы не переходим в стационар, но наша задача, чтобы информация о центре, то есть женщине ставится диагноз, и женщина, собственно, женщина имела эту информацию, куда обратиться и прийти со всеми своими вопросами. Вот, собственно, наверное, то, о чем я хотела рассказать. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...